ЗАРАЖЕННАЯ ДЕРЕВНЯ Сегодня мы расскажем вам о боссах в ПВЕ-режиме на картах «Зараженная деревня» и «Зараженный остров». Чтобы сразиться с боссами, нужно выбрать уровень сложности «Сложный». В течение 14 раундов вам предстоит биться с зомби, уничтожая волну за волной. На 15 раунде появятся боссы. На карте «Зараженная деревня» — это две ожившие статуи. Огромные толстяки, использующие два основных умения — телепорт и рывок. Телепорт помогает боссу мгновенно переместиться к персонажу и нанести сокрушающий удар. Рассредоточьтесь по карте и старайтесь не заходить в помещение, так как там очень мало места для маневров. Рывок является мощнейшим ударом босса. Даже если вы сразу не погибнете, помните, что у союзников не будет времени вас реанимировать. Уклониться от рывка вам поможет кувырок в сторону. Чем больше вы двигаетесь, тем меньше шанс попасть в зону поражения босса. Так как команда должна все время находиться в движении, турели окажут хорошую огневую поддержку, и вы сможете быстрее расправиться с боссами. Пулемет является самой эффективной турелью благодаря быстрой скорострельности. Агнемет имеет малый радиус поражения и не принесет большой пользы в этом бою. Гранатомет имеет малую скорострельность, но наносит очень мощный урон противнику. Поздравляю, вы победили! На следующей карте «Зараженный остров» вы словно окажетесь в самом сердце Улья, где роль зомби будет защищать своего хозяина. Огневая поддержка турелей поможет против полчищ зомби, которые будут непрерывно наступать, пока вы не одолеете босса. Слаженность действий в бою обеспечит успех всей команде. Продолжение следует...